Доброе утро! В этот прекрасный день, день всех влюбленных. Сегодня 14 февраля. Если у вас нет второй половинки, я искренне желаю вам найти в следующем году свою вторую половинку. И вот сейчас заглянула в инстаграм, там прям конкретно батл подарков. Все выставляют свои подарки и смотрят, у кого же круче подарок на 14 февраля. Так вот, я вам желаю, чтобы ваш подарок был самый крутой среди всех, и у вас была ваша вторая половинка. А я по традиции этот праздник всегда отмечаю с мамочкой, потому что мамочка родилась 14 февраля. Прекрасный человек, родился в прекрасный день. Сегодня целый день маму поздравляют все. А вот и мамочка. Кто тебя поздравлял в очередной раз, признавайся? Это племянник. А, племянник. В общем, мы долго думали, стоит ли отмечать где-то в ресторане как-то. Мама сказала, что мама этого всего не хочет. Мам, подтверди, что ты сказала, что ты этого всего не хочешь. Что? Но в ресторане отмечать. Не, не хочу. А дело в том, что у двойного брата маленький ребенок, и они не смогут прийти, и тем более у них нет QR-кода, точнее у его жены нет QR-кода. Поэтому мы решили чисто вдвоем. Сходим, купим тебе то, что ты хочешь, потом посидим где-то и вернемся домой. А пока я вам тут снимала начало влога, тут появился этот красавец. И вот ложится спать. Обожает лежать на комнате. Мы для него как батарейка. Я должна вам это показать. Для моего бумажного канала я сделала вот такую вот коллекцию. Посмотрите, какие милые коровки. Мы будем их одевать. Здесь внутри будет лежать одежда для коров. Вот, то же самое, как мы делали с Лалафан уточками. Вам очень понравилось. Это видео у меня набрало 220 тысяч просмотров. Я решила сделать вот таких бычков. Увидела на Пинтерест и подумала, блин, надо повторить. Вот такая вот коллекция. Ждите, в ближайшее время будет на моем бумажном канале. А ссылочку я обязательно оставлю в инфобоксе. У меня уже 50 тысяч подписчиков, прикиньте, там я в шоке. А я пошла мыть голову и делать макияж. Помыла голову, высушилась. Теперь пора краситься. Не обращайте внимания на вот эту вот палетку. Я не знаю, почему здесь появились вот такие вот пятна. Я, видимо, протерла спиртом. А этого делать нельзя было. Не знаю, смотрели ли вы Дом 2, когда там были участниками Саша Задойнов со своей женой Ксюшей. Я за них очень болела. Мне они очень нравились. И Ксюша очень долго не могла забеременеть. И сейчас у них появилась доченька. Я настолько рада за них, как будто сама родила. А еще так классно назвали София. В общем, мне так нравится. Последнее время на кого не посмотрю. Такие современные у всех имена классные. Там и у русских блогеров. Не знаю. Я за вот эти вот современные имена. Так по необычному, со смыслом. Не знаю, супер прям. Вот. А сейчас я Дом 2 вообще не смотрю. Если честно, мне нравится наблюдать именно за старыми участниками. Как у них сложилась жизнь после проекта. Но сейчас я проект не смотрю. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы смотрите Дом 2. Я сейчас его вообще не смотрю. Не знаю, как-то уже неинтересно. Как-то все наиграно. Кстати, тон я буду использовать вот этот вот от NYX. Он обалденный. Как только я его купила и влюбилась в этот тон, сразу его сняли с производства. Макияж у меня уже готов. Вот такая вот красотка получилась. Мне нравится, когда я с макияжем. Теперь надо решить, что же я надену. Здесь у меня на самом деле не густо. Я, кстати, сделала новый заказ Шейна. Новые вещи. А то мне реально носить нечего. Мне все пишут, ай, у тебя столько одежды, столько одежды. Да, блин, ничего у меня нету. Вот это вот кофта доисторическая. Вот это Шейн вообще пушка. Мне очень нравится. Супер кофточка. Ну что, я надела уже. Как вам? Обожаю этот комбинезон. Я его и летом, и зимой ношу. Но летом у него немножко жарковато, на самом деле. А зимой самое то. Тем более погода на улице отличная. Вот так вот и пойду. Мама уже готова. Смотрит свою любимую Кардункову. Мам, уже выходим. Я уже готова. У Копаточа сегодня день рождения. Копаточ. Копаточ. Копаточ, ты не туда. Вот сейчас спустились мы вниз. Сейчас нужно заглянуть в банк. Потому что у Айки никогда нету ни копейки дома денег. А там, к сожалению, в этом месте, где мы обычно покупаем золото, вроде бы большой такой торговый центр. Все продают золото. Но там нету, как сказать, нету оплаты карточкой. Поэтому вынуждены снять денежки в банке, а потом поехать уже туда. Это очень неудобно. Почему они так делают, я не знаю. Скорее всего, чтобы не платить налоги. Но это очень неудобно. Я, кстати, обналичила чуть больше денег, чем нам нужно. Вдруг нам еще что-то понравится. И как раз мамочке очень понравился вот такой вот комплект. Я предлагала взять именно его. Здесь 11 грамм. Смотрится очень богато. Но потом мама сказала, что нет, я хочу именно к этим сережкам. И вот мы кольцо присматривали, но оно не подходит. Немножко отличается. А мама хотела, чтобы чисто был комплект. Чтобы смотрелся один в один. Как раз таки, когда мы сережки покупали, у этого же продавца было и кольцо. Поэтому мы направились к нему. И у этого продавца мы нашли еще вот такой вот перстень, так скажем. Немножко под старину. Но я люблю разноцветные камушки. Хотя у меня от Sunlight есть кольцо с зеленым камнем. Но я его совершенно не ношу. Но просто лежат в шкатулке. Также мне понравилось вот это кольцо. Но если честно, у меня выбор невелик. Потому что маленьких размеров, как я вам ранее рассказывала, очень мало. И трудно найти. Вот подобные комплекты мне очень нравятся. С этим красным камушком. Это типа под Van Cleef. Но понятное дело, что это не оригинал. Но 100 золота смотрится очень даже ничего. Потом я начала смотреть на такие браслеты. Они были все большие. Все абсолютно. Посмотрите, какое пространство у меня внизу под рукой. Здесь были и гвоздики, и разные. В общем, если выбирать более-менее нормальный, то подобный браслет обходится где-то 70 тысяч рублей. Плюс-минус. Опять же, в зависимости от модели, от грамма. И все дела. Вот мне, например, очень понравился этот браслет. Но здесь выпали камушки. И это было прям очень заметно. И даже такое ощущение, что кто-то носил этот браслет. А все остальное мне было большое. Хотя я очень хочу пару таких браслетов. Каждая из которых ориентировочно мне обойдется в 1000 долларов. Но можно, конечно, взять и пустотелые. Но я не хочу. Я хочу полновесные. Именно вот такая вот красота. Посмотрите, как красиво. И опять они мне большие. Поэтому как-то не очень, на самом деле. Это неплохо смотрелся. По сравнению со всеми остальными, лучше всех смотрелся этот браслетик. Пишите свое мнение в комментариях. Ну все, мы уже вышли. Мам, покажи колечко. Хотя нет, давай в ресторане покажем. Мама говорит, пойдем домой. Я говорю, нет, мы должны сходить куда-то где-то посидеть. А потом купить тортик и вернуться домой. Потому что дома маме тебя ждет еще один подарочек. Да, мама радостная такая. Вот, я себе присмотрела браслет. Правда, я хочу, чтобы грамма было как можно больше. Но почему-то все они пустотелые. Дутое золото, которое очень быстро гнется. Вот, поэтому я хочу, чтобы в браслете было минимум 15 грамм. А таких вариантов нет. Не знаю почему. Наверное, люди не покупают, потому что дорого обходятся. Вот. В идеале, конечно, 20 грамм. Вот такого я точно не найду. Нашла один браслетик. Там 17, и оно с бриллиантами. И стоит пипец как дорого. Пришли мы уже с мамой. Сели. Мам, покажи колечко. Так. Кольцо настолько красивое, что не фокусируется просто. А, вот все зафокусировалось. Вот такое вот колечко мы маме купили. Здесь 2 грамма. Колечко такое же, как сережки. Как вы знаете, я не особо люблю эксперименты. Люблю кушать одно и то же. Поэтому мы пришли в то же самое заведение, где мы были с моим парнем. Здесь очень много парочек. Все парочками. Только мы с мамой. Мама тоже парочка. Мама тоже, да. Капа, ты че я? Мы заказали нуля. А, теке. Шашлык. Да, ты иди руки помой, потом я. Заказали цезарь. Я не могу без цезара. Мне все в комментариях пишут, а как можно каждый раз кушать цезарь? Ну, мне нравится. Я люблю цезарь. Я люблю в разных местах пробовать и смотреть, где лучше. Но если вы живете в Баку, я вам искренне советую попробовать цезарь бривьера. В общем, мне очень нравится этот заведение. Прям супер. Просто он далеко находится от меня и неохота через весь город ехать. То есть мы находимся на другом конце города, а ривьера находится на другом. И причем там в 6 закрывают дорогу, чтобы не было пробок. И получается там можно застрять где-то в 6. Поэтому когда у меня будет тачка, обязательно маму отвезу туда. Но это тоже очень хороший ресторан. Здесь так тихо, очень хороший персонал. В общем, посмотрим сейчас, что нам принесут. Здесь у них еще игровая зона есть. Это очень круто, кстати. Знаете, что меня раздражает в этой камере? Например, мы резко переходим сюда. И здесь теряется фокус. Вот. Очень долго фокусируется. Я вам хотела показать, как я выгляжу. Вот так вот я выгляжу. Хотя бы вы этот прикид уже давным-давно видели. Потому что я в основном хожу в одном и том же. Ну да ладно. Мама говорит, подожди снимать. Пусть принесут всю красоту. Вот такой вот цеджер нам принесли. Очень аппетитный. Салат я у них пробовала. Очень вкусно. Мам, как тебя? Нормально. И нам еще принесли лахмаджун с сыром. Принесли нам люлятки. Какой здесь вкусный шашлык. Я смотрю налево, потом сводим направо. Все приходят чисто пообщаться. Кофе попить и все дела. Мы пришли чисто пожрать. Чего в сау? Все, все. Очень вкусно. Плотно покушав, мы решили направиться по магазинам. И мне безумно просто, безумно понравилась эта сумка. Она просто запала мне в мое маленькое сердечко. И тем более сегодня у них скидки, связанные с 14 февраля. Вообще часто у них бывают скидки именно на праздники. И мне очень понравилась эта сумка. Она стоит 100 монат. Это 5000 рублей. Это в магазине Popio Gallery. Вдруг вам будет интересно и полезно. Вообще мне нравится качество сумок именно здесь. Здесь фурнитура сделана очень хорошо. Она держит форму, эта сумочка. Есть такого же фасона других цветов. Эти, кстати, стоят чуток подешевле. Но мне не нравится материал. Мне больше нравится та. Также были вот такие варианты. Красная и черная. Правда, камера не настолько хорошо передает качество этих сумок. На самом деле они очень качественные. Не знаю, мне они понравились. Я вот долго стояла, думала, какую из этих двух брать. Потом мама помогла мне в выборе. И также здесь были пальто. Тоже на скидке, так как осталось всего одно пальто. Вот. Размерчик большой мне не подошел. А еще мне понравилась вот эта сумка. Очень хорошо сделаны швы. И она была безумно тяжелая. Мне это не понравилось. То есть, если что-то еще положишь внутрь, это просто будет какой-то кирпич. Я впервые в жизни видела настолько тяжелую сумку. Очень увесистая. Вот. Но качественная, хорошая. И стоила тоже очень даже недорого. Вот цена, пожалуйста. Всего 50 монат. Так же вот такие варианты. Милые сумочки. Но немножко не мое. Я не люблю подобные сумки. Так же были балетки. В общем, на все скидки. Бери не хочу, так скажем. А вот этот вариант мне не понравился, если честно. Немножко не мое. Мне кажется, она невместительная. Сороки. Кто любит блестки? Поясная сумка. Я уже как-то к поясным сумкам равнодушна. Поэтому мы пошли дальше. Кое-что я взяла. Дома вам покажу обязательно. Вот такой брючный костюм. С укороченным пиджаком. Смотрится очень стильно. И еще понравилось вот это пальто. Но, к сожалению, здесь натуральный мех. А в последнее время у меня прям фетиш против натурального меха. Я ничего из натурального меха покупать не буду. Потом мы немножко прошлись по косметическим магазинам. Кое-что купила. Опять же дома обязательно вам покажу. Seven Days маски я нашла у нас. Так, мы уже дома. Пришли домой. Очень хорошо отдохнули. Купили тортик. Сейчас вам чуть позже покажу. Вот такой момент хотелось бы отметить. Дело в том, что мы мамино кольцо увеличили в размере. Но когда потом его взвесили, оказалось... Мы еще весы просто купили там. Весы для золота. Оказалось, что кольцо стало меньше грамм. А по идее кольцо должно оставаться того же грамма, которое было изначально. Поэтому мой вам совет. Не доверяйте ювелирам. Либо когда вы отдаете кольцо ювелиру, стоите над головой и смотрите, как он работает, что он делает. Вроде бы это немного, но все равно это неприятно. Вот так вот. Это так вам на будущее. Не допускайте вы тех ошибок, которые допускаю я. Но я купила себе очень красивую сумочку. Еще присмотрела себе браслетик. Но стоят эти браслеты, девочки, очень дорого. Около 1000 долларов. Где-то 75 тысяч нужно на такой браслет. Но я его все равно себе куплю. Обязательно там был один браслет. Он мне очень-очень понравился. Он был за бриллиантами. Он был 15 грамм. Даже 16 грамм. И мне вообще-очень понравилось. Но почему-то консультант, когда я спросила про этот браслет, он такая вот так вот повернулась ко мне. Знаете, как будто перед ней какой-то нищеброд вот повернулась такая ко мне. Говорит, какое? Это с бриллиантами. Вам показывает с бриллиантами? Типа, ты не сможешь себе купить с бриллиантами. Так неприятно стало. Вообще не люблю, когда консультанты так, таким унижающим тоном разговаривают. Так сразу неприятно становится. Вот и не хочется ничего покупать. Хотя этот браслет был то, что я искала, можно сказать, всю жизнь. Я бы его купила реально. Вот реально бы купила. У меня есть на него деньги. Но вот именно из-за выражения лица этого консультанта я спросила, а сколько там грамм? И она такая, вы что, не знаете, изделие из бриллианта не считается по граммам? Я говорю, в смысле, я хочу узнать, ну сколько оно по весу? И она такая, ну 17 здесь, 16,5, что-то такое так сказала мне. Такая сразу села. С таким выражением лица, зачем ты вообще там сидишь? И мне, знаете, так неудобно сразу стало. Я думаю, блин, я вот выгляжу как нищая, что ли, или... Не знаю, честно, очень неприятно было. Если бы был реально милый консультант, я бы по-любому взяла себе этот браслет. Потому что он подходил всем моим требованиям. Просто я не хотела с бриллиантами. Ну ничего, можно было, там мелкая крошка была бриллиантов. Я бы этот браслет обязательно бы взяла. Вот прям 100%. Просто вот это выражение лица человека. Я не люблю, когда продавец слишком назойливый. И в то же время не люблю такое пренебрежительное отношение. Вот такое вот общение, что оно с бриллиантами вам показывать. А кто-то остался дома. Это Виксик остался дома. Его просто не взяли. По пакету вы, наверное, понимаете, из какого магазина я купила себе сумочку. Мне реклама куплена за кровно заработанные денежки. Это фреза перваны. У меня просто ногти ужасно крошатся. Из-за этого полигеля, который я вам показывала. Поэтому я буду переделывать. В общем, сумочка выглядит вот так вот. Здесь очень качественно сделана фурнитура. Вообще сумка сама по себе обалденно качественная. Но кто живет в Баку, тот знает эту ферму. Обалденные сумки, обалденная обувь. И, в общем, изначально эта сумка стоила 100 монат. Потом на нее была скидочка в честь... Господи, не фокусируется ничего. Скидочка в честь 14 февраля. И, получается, я ее купила за 70. Вот такая вот штучка здесь. Это отдираем. Отдираем. И вот так вот открывается. Она пустая, но все равно офигенно держит форму. Супер сумка. Кстати, длинный ремешок у нее еще есть. Куда делся длинный ремешок? И вот такой вот длинный ремешочек смотрится очень круто. Очень качественно. Супер сумка. Мне очень нравится. Как на лето, так и на зиму. Супер. Буду носить просто с удовольствием. Если честно, я хотела взять две такие сумки. И одну подарить жене брата. У нее скоро день рождения. Купите, оставите. Потом подарите ей. Но мама сказала, что это что-то там молодежное. Ей не понравится. Она с детьми. Ей надо побольше. А на обратном пути я заглянула к ним. И она сказала, что ей очень нравится эта сумка. Вот такая же была там еще. Так что учтите. Еще купила себе вот такой вот тушь. Я всегда пользуюсь именно этой тушью. И мне положили какую-то такую штуку. Глиттер или что-то. Это в подарок в честь 14 февраля. Подарили. Не обращайте внимания. На фоне там мама разговаривает со своей сестрой. Она ее поздравляет с днем рождения. А мы по дороге купили еще вот такой вот тортик от Аза. Этот, кстати, я не очень люблю. Но это любимый тортик мамы. Поэтому взяли именно его. Мама обожает вот эти вот печеньки. Но это не совсем печеньки. Очень вкусные. В общем, будем разрезать и пить чай. Дурачок, а ты что подаришь? А ты что подаришь маме? Что подаришь, а? Шлетки, шлетки. Вот так вот слегка украсили. У нас просто будет такой чаепитие. Посидим, попьем чай, покушаем тортик. Вот так вот. Мам, ты выглядишь как будто олигарх. Да, как олигарх. Но тебя ждет еще один подарок. Ты в курсе? Серьезно? Да. Серьезно? Давайте, дай спустим. Как ты думаешь, что это? Твои предположения? Не знаю даже. Я вам от и до должна показать, что же я купила. Я еще купила вот такие вот весы. Сразу должен прийти твикс. В общем, вот такие весы для золота. Я очень давно хотела. И, наконец-то, нашла. Смотрите, какие они классные. Сейчас проверим, работает или нет. Маме, можешь дать свое кольцо? Вот давай кольцо. Положи колечко. 2, 0, 0. А что так? Так прыгает. Взвешивать надо обязательно на ровной поверхности. Это моя цепочка, которую я ношу на постоянной основе. Это Sunlight. Вот такой вот кулончик. И цепочка моя любимая. Получилось у меня 10 грамм. 10 или чуток. Даже побольше. Глянем. Да, 10. Отлично. В общем, рабочая штука. Хотела сначала заказать. Но потом подумала, тут есть. Просто здесь чуток подороже было. Но я просто боюсь, я закажу. Придет какая-то нерабочая. Потом менять, разбираться. Поэтому лучше даже чуть подороже купить. Но прям вот здесь. Увидеть, пощупать и купить. Подготовили всю нашу посуду. Это убираем в сторонку, чтобы это не видно было. Такую штуку, чтобы хоть делать торт. Как называлась вам эта вещь? Она пошла вкусно сейчас. Она ведь я сама не знаю. Ну, в общем, будем пить чок. Все в наших гостях. Они сказали, что они обуваются. Причем они уже 40 минут как обуваются. Мы сначала подумали 51 свечку повтыкать. Потом мама говорит, да ладно, давай лучше одну. Это мамин любимый тортик. Мама говорит, он очень вкусный. Ну, там 4 вида всего тортиков. Помню, они все вкусные. Сладость мамина. Я искренне нуждаюсь в вашем совете. Что у меня произошло? Мама так смотрит на меня. В общем, у меня онемел палец. Я не знаю почему. Причем это такое бывает, но бывает на несколько минут, а потом проходит. Я, короче, вчера вырезала для вас этих коробок. И потом я замечаю, что у меня палец онемел. Но я подумала, наверное, в странном таком положении был палец. А прошла вся ночь, весь сегодняшний день. Все равно палец, он у меня онемел. Я его не чувствую. Было ли у вас когда-либо такое? И почему это происходит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Будет очень полезна эта информация. Возможно, у вас тоже так же было. Говорят, я как-то причемела. Наверное, какое-то нервное окончание я прочитала в интернете. Вроде как все так же. Прикинь, все так же онемел палец. Я его не чувствую абсолютно. Это что еще такое? Это ты показывал на влоге. Молодец. Спасибо, конечно, большое. Какая красота. Сейчас как раз будем чаем веселье. Молодец, Умница. Спасибо большое, сейчас. Не за что. Ответ, поцелуй. Игра на камеру. Так, можно уже этими ложками? Хочешь, я помою? Это десертные. Давай я помою их, и мы сейчас ими будем тортик. Давай, давай. Очень красиво. Спасибо большое. У тебя лучше получается. Смотри, я печенье. Я печенье. Ну, как хочешь. Как удобно, так езжу. Эти вилки, может быть, надо или сразу? Конечно, конечно. Обязательно. Я тоже тут работаю. Ну, я просто за кадром, ребят. Я всегда в рабочем. Что сейчас? Что? Что? Можно еще раз? Я посмотрю. Устел. Музыка Музыка